Добрый день! Я завершил тестирование очередного кубика 3х3. Это бюджетная модель от компании Diansheng. Называется Solar System S3M. Такая коробочка достаточно крупная. Здесь много иероглифов. Где-то здесь код товара. Здесь мы видим старый традиционный логотип Diansheng. И это, видимо, новый. Открываем коробку. Стоит отметить, что производитель выпустил целую линейку кубиков. От 2х2 до 5х5. И даже 6х6 и 7х7. Причем шестерка-семерка достаточно бюджетные. Этот кубик 3х3 в Китае стоит в районе 10 долларов. Что дешевле, чем Чи-МП 3х3, который стоит 14 и дороже остальных бюджеток. Если мы вспомним, Yuxin Little Magic V2M Стоит в районе 8 долларов. А R-S3M Моглев около 9. То есть 14, 8, 9. Этот стоит 10. Что же есть в комплекте? Кроме сового кубика. Такой вот предмет с чем-то. И еще коробочка с аксуарами. Большая, крупная. Извлекаем. И вот в такой крупной коробке нас ожидает вот такой вот комплект. Это подставка. Деншен. Инструкция. И еще какая-то бумажка. Запасные пружины с болтами. Запасная крестовина. И еще отвертка. Черненькая. Вроде таких у меня нет пока. И ко всему этому еще 6 центральных элементов. Большое богатство за 10 долларов. Но нужно ли оно? Давайте посмотрим на бумажки. Здесь инструкция по сборке. И здесь написано, как менять центры. Как менять крестовину. Как разбирать кубик. Достаточно подробно. А, ну как поменять пружины? Это здесь хотели показать. Ну и заодно изображен кубик с другими центральными элементами. Сразу скажу, что я менять пружины не стал. Так как это уже давно устаревшая методика. И заниматься этим мне было неинтересно. Крестовина я подозреваю точно такая же. Просто запасная. Переживаю, что сломается. Но, видимо, стоит копейки. Поэтому положили, ну, на всякий случай. Ну, болтики, шайбочки, пружинки. Наверное, все это полезно. К запасным центрам вернемся чуть позже. Давайте про сам кубик. Изначально из коробки он, как обычно, был отвратительен. Мне преследуют плохие кубы из коробки в последнее время. Но так и есть. Вращение. Звук. Так он сам по себе плавный и мягкий. Глянцевый пластик, стандартные, всякие размеры и цвета. Ничего выдающегося и удивительного. То есть у нас черный пластик с пластинками. Где-то мы такое уже видели. Давайте разок соберем. Покажу, что первое бросилось мне в глаза. Я такого раньше на кубиках не встречал. Может быть, кому-то понравится. А может и нет. Так. Если мы посмотрим, к примеру, вот на эту сторону. Бело-синяя. Обратите внимание на верхнюю грань. Вот на стык. Белый и синий. А если присмотреться, то как-то белый с синим не очень равномерно примыкают. Видно ли на камере? Ну вот здесь и здесь белая полосочка сильно уже. А на среднем элементе на ребре белая полоска сбоку гораздо больше. В глаза бросается. К примеру, мне сразу. Не знаю, зачем так. Возможно, особенности производства. Причем вот на синим. Это хорошо видно на белосинем ребре. На остальных более-менее равномерно. Хотя вот, если присматриваться, то вот бело-зеленое тоже чуть пошире. Ну, что-то не идеально. Я открутил сборок 500 на заводской настройке. И старался все-таки его притереть. И не регулировать. Я вообще первую сотню стараюсь сделать на заводской настройке. Но мне казалось, что с течением времени он становится лучше. Изначально вращение было очень медленное и вязкое. Да, на нем можно быстро собирать. Но он такой вязкий, что кажется, что внутри там что-то наматывается. И вот-вот пространство вращения закончится. То есть, можно там раз 20 повернуть в одну сторону и будет конец. Ну, такой механизм вязкий, медленный и постепенно он разрабатывался. Но пальцы уставали, смазка быстро кончалась. Я пробовал и белую мару, и зеленую мару. Густые не добавлял, так как кубик и так медленный. Давайте еще сборочку. Деншинг – это компания, которая в основном поставляла нашему вниманию какие-то не ВЦА-головоломки. Различные шейп-моды, спиннеры, всякое такое. И это первый современный кубик 3х3 от этого бренда. Ну, ровно как и с 2х2 по 7х7. У меня есть еще двушка от этого производителя. И двушку я открыл сначала, хотя полностью еще пока не тестировал. Это предстоит впереди. Пока что, почему-то мне интересно трешки покрутить. Но двушка вызвала приятные впечатления. Поэтому я, тестируя другие трешки, оставил Деншинг под конец, чтобы что-то получше там получилось. В итоге вышло, что все вот эти вот 4 трешки, которые я протестировал за последнее время, они все разные. То есть не похожи друг на друга. Это, конечно, хорошо, но среди них нет ни одной, которая мне бы понравилась. Да, всеми можно собирать. Наиболее приятный, конечно, Юксин, наверное. Многим понравится Эрастриэм Моглеев, но для меня у него контроль слабоват. Хотя он быстрый и все такой, мягкий, плавный. Чи МП очень лакопящий, очень грубый кубик. Сильно хочется его растянуть, а уже нечем. Деншинг куб вязкий и медленный. Спустя 500 сборок я все-таки на четверть оборота ослабил. И он стал вращаться лучше. Настолько лучше, что я аж обрадовался. Думаю, все. Пришло время рекордов. Но рекордов, конечно, не случилось. Но из унылого времени более 16 секунд сотку все-таки удалось опустить менее 16. Хотя когда-то у меня было и САП-15. Но, видимо, не на бюджетке это выйдет вновь. У Деншинг, еще чем интересна линейка, там планируются кубики 8х8 и 9х9. На момент записи видео они еще не поступили в массовую продажу. Но прототипы уже где-то есть. И вроде бы их валят. 8х9 и 9х9. Там были картинки 23х23 магнитного. Но торопиться не будем. Возможно, это просто рекламный ход. Но 8х9 уже реальные кубики. Действительно магнитные. Первые, в своем роде, серийные магнитные будут. Я их обязательно куплю. Возможно, сразу оба. Учитывая стоимость 7х6 и 7х6. Которые менее 20 долларов стоят. Могу, конечно, ошибаться, но деньги были невелики. Трешка, конечно, не впечатлила. Да, это лучшая трешка от компании Деншинг. Учитывая, что магнитных трешек не было вообще. Да и, в принципе, нормальных трешек не было вовсе. Древние уровни палатки, конечно, могли и быть. Так что, определенно, это шаг вперед для компании. И очень хорошо. Но, если у вас есть нормальный бюджетный куб, покупать Деншинг нет никакого смысла. Он, ну, обычный. Он вышел сейчас и уже морально устарел. То есть, само вот это название. Solar System, конечно, красиво. Хотя, непонятно, почему обычный магнитный кубик так называется. Ну, это серия все-таки. Ну, S3M, да, для первого магнитного кубика буковка M актуальна. Но сейчас уже все трешки магнитные. Ну, нормальные трешки, не считай там Gun RS за конкурентный куб. Поэтому вот эта приставка M уже архаична. Менять пружины в кубики вручную. То есть, раскручивать болты, менять пружины. Это было модно лет 7-8 назад. И тогда этого делать никогда не хотелось. Поэтому я делать это не стал. Хотя, возможно, это кардинально поменяет куб и он станет идеальным каким-то. Но со стороны производителя было бы разумнее сразу поставить кубик в нужной комплектации, в актуальной. А если вам что-то не так, вот, пожалуйста, как-то меняйте. Еще не факт, что пружины другой жесткости. Но раз есть инструкция, как поменять, то, наверное, все-таки они отличаются. Я этим заниматься не буду. Кто пробовал, напишите в комментариях. После того, как я кубик расслабил, он стал, конечно, крутиться намного лучше. Но все равно вот эта вот вязкость какая-то небольшая в нем осталась. То есть, сейчас вот я беру кубик. И вроде бы вполне достойный. Особенно, если его смазать предварительно белой мару. Хорош. Но из-за того, что я ослабил его всего лишь на четверть оборота, в некоторые моменты стали выпадать элементы. Где же это видано? В 22-м году. Ну, так случилось. И я дальше стал вращать просто аккуратнее. И так, достаточно аккуратно собираю головоломки. Но здесь стал еще более аккуратен. Я делал вот эту тысячу сборок. Последние 50 по традиции на камеру. И там вот старался, чтобы ничего у меня резко не заклинило. Какие-то сложные алгоритмы сильно ТПС-но делал чуть помедленней. Хотя, делаем ТПР. Достаточно быстро. Все хорошо. Ну, в общем, за финальную сотку или две элементы не разлетались. Но два или три раза это было. Вылетали ребра. Рассыпались. Одно ребро выпадало. И приходилось собирать механически. Давайте посмотрим строение и поменяем центры. Ну, не все центры, а крышечку. Учитывая, что кубик сильно ослаблен. Он разбирается легко. Ребро. Основной материал черный пластик. Вот с такой вот сеточкой типа сот. Ножка из неокрашенного пластика. Ну и цветные пластинки. Строение вроде бы современное. И это неплохо. Так, это уголок. Все аналогично. Соты на трех сторонах. Ножка из неокрашенного пластика. Соты даже на ножке. Видно, что смазка и пыль там задерживаются. Ну, вот такой вот. Не знаю, насколько хороши эти соты. Но смазывать кубик приходилось примерно раз в 50 сборок. По 2-3 капли белой моро. Иначе он вновь становился вязким и медленным. Ну, тысяча сборок позади. Кубик цел. Он их пережил. Собирать им можно. Хотел я сейчас поменять крышечки центров. И попытался это сделать. И понял, почему крышечки поставляются вместе с центрами запасными. Дело в том, что альтернативные крышки не подходят к тем центрам, которые установлены на кубики. Забавно. То есть, хочу я изменить внешний вид. Получить симпатичный необычный кубик, который мне обещали где-то в рекламке. Но для этого мне нужно кубик полностью разобрать. И потом уже менять центры вместе с крышечками. Странная задумка. Заниматься этим я, конечно же, не буду. Но, если посмотреть на центр, в нем ничего особенного. Кроме того, что здесь просто другие крепления для другой крышечки. Но для чего он нужен? Ну, первое, это кастомизировать кубик. Понятно, что так он выглядит по-иному. И может выделяться из кучи похожих друг на друг головоломок. Также я предположил, что, возможно, с такими вот крышечками его можно перемешивать и собирать в каком-нибудь роботе-сборщике. Типа GunRobot. Что-то такое. Кто владеет, поправьте. Но визуально похоже. То есть, либо просто для эстетики, либо для того, чтобы использовать уже существующие роботы-сборщики от других производителей. У меня нет роботов-сборщиков. Я умею собирать сам и скрамблю я сам секунд за 7 вполне стабильно. Так что не нуждаюсь. Но, может, у кого-то есть и кому-то хочется попробовать, проверить мою теорию, либо кто-то знает больше. Ну, в общем, кубик за 10 долларов, в котором положили еще кучу ненужного. То есть, вот без этого можно было обойтись. Что мешало сделать вот эти крышечки с такими же креплениями, как у этих, чтобы их можно было спокойно менять, не разбирая полностью куб? Не знаю, какая технологическая особенность. Либо так торопились, чтобы быстро выпустить линейку бюджетных головоломок. И нужно ждать вторую версию, чтобы это все стало на свои места. Куча пружинок, куча болтов. Ну, отвертка-подставка это стандарт. Пусть будут. Но, если убрать все лишнее, уменьшить коробку, то можно сделать кубик дешевле, и он тогда конкурировал бы с нынешним лидером. Это Milong 3M. Возьмем коробочку от Milong и видим, насколько она меньше. Но в ней, помимо кубика, также есть и подставка, и отвертка, и инструкция. Кубик изначально приходит такой, что регулировать его уже не надо. К нему нужна только смазка. Он мало занимает, и он самый дешевый из всех современных бюджеток. Но я имею ввиду магнитные кубы, не магнитные, уже не актуальны. Чуть больше 6 долларов он стоит. Самый дешевый всех. И с разумной комплектацией. Подставка для красоты. Отвертка для хозяйства. В настройке он сам не нуждается, но вдруг кому-то там на пару градусов захочется подкрутить. А мне не захотелось. Год выпуска 2020. Я таких купил еще 10 для своих учеников. Я протестировал все бюджетные трешки, какие сейчас есть. И современные, и не очень. Я прихожу к выводу, что все вот это новое. Оно, конечно, хорошо, но оно все не нужно. Потому что есть Mi-Long 3M. И если выпустят новую версию Mi-Long, я с удовольствием ее протестирую. Интересная попытка была у ЧИ, системой настройки жесткости, как в Торнадо. Но сетап был неудачный. На самые слабые настройки куб все равно туговато, лакапит и крутить неприятно. Юксин и Little Magic 2 принес такую же систему настройки, как у R3M 2020. И, ну хорошо, ну и ладно. Система тоже устарела. R3M Моглев принес систему Моглев, в которой кубик изменила. Но сильно лучше он не стал, но своего любителя найдет. Дзяншэнг Solo 3M. Это старый обычный кубик уровня Mi-Long. С таким же системой настройки, но с запасными центрами, запасными пружинами, болтами. И вязкий медленный куб, который нужно расслаблять и ловить грань, чтобы он крутился быстро, но не рассыпался. Либо менять пружины и надеяться, что они помогут. Если его немного доработать, сделать не таким вязким, можно все остальное выбросить из комплектации. Уменьшить коробку в два раза, и он станет дешевле и сможет конкурировать с Mi-Long. Хотя и сейчас это неплохой бюджетный кубик, который просто неплохой. Как первый магнитный куб, он тоже подойдет, если вам хочется отличаться. Или вы покупаете всю серию Solar System от 2х2 до 9х9, которые можно купить. Если он не планирует делать сотни сборок регулярно, и он вам нужен так, чтобы просто иногда вполне подойдет. Сейчас магнитные кубики настолько доступны, что смысла покупать не магнитные уже нет. Разве что для картин или каких-то грандиозных поделок. Резюмирую. Все вот эти кубики, которые недавно вышли, эти четыре бюджетки. Qi MP 14 долларов. Yuxin Little Magic 2 около 8 долларов. AeroStream Maglev около 9. И Diansheng Solar System S3M 10. Все они имеют какие-то свои фишечки, о которых я рассказывал. Все они имеют какие-то свои недостатки. И никто из них не может сравниться с явным лидером Mi-Long 3M, у которого нет недостатков, нет лишних функций. Он стоит дешево. Вращается хорошо, так как мне нравится. И подойдет любому, кто покупает свой первый магнитный куб и ждет хорошего вращения. Главное не забудьте смазку. На этом я, наверное, надолго прекращаю покупать магнитные кубы бюджетного сегмента. Имеют 3х3. Да и остальные тоже. Если буду покупать, то что-то интересное. На очереди у нас MGC Evo, MS Cube, MS 3L. На момент записи у меня еще старая версия. Новую я пока не заказал. Но когда выйдет это видео, возможно, куб я уже буду тестировать. Кто знает. В общем, такое вот неоднозначное мое мнение. Хотите просто трешку, которая чтобы вращалась. Любая из них подойдет. То есть, любой из них можно настроить так, что он в итоге будет вращаться. Но как бы их не настраивать. Meelong 3M по мне вращается лучше, стабильнее, проще. Если вам не нужны никакие заморочки, Meelong 3M берите, не пожалеете. То есть, Meelong стоит настолько дешево, что можно его купить не задумываясь. Что он вас чем-то не устроит. Пособирать на нем до уровня секунд 15-20 и потом уже задумываться. Куплю себе что-то модное, красивое. Главное, не Ганн 12. И очень дорогое. Или не очень. Тот же MS3L не так уж и дорого стоит, как и MJC. То есть, это не совсем бюджетки. Так вот тот самый неуловимый средний сегмент. А на этом у меня все. Рекордов на S3M поставить не смог. Ну, вот вам пара сборок. А так, всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok